Бляч, Сербия, последний козырь Москвы на Балканах. Лана Гедошевич. Бляч, Сербия. 21 августа 2019 года. Последняя карта, которую Россия разыгрывает в нашей части Балкан, это Косово. Пока она держит эту карту крепко в руках, но вопрос в том, как долго это продлится и когда эта ее карта окажется бита. Россия осознает, что под сильным давлением США решения, мучительные, прежде всего, для Белграда и Приштины, а также для Западных Балкан в целом, вскоре может быть реализована. Тогда Россия утратит серьезное влияние, которым она пользуется в нашем регионе, поэтому она переходит к все более агрессивным действиям. Примеров российской предприимчивости в стороновом стиле великое множество. Один из них – вооружение Сербии, другой – отправка дипломата особого назначения Александра Бацан-Харченко, который яра, прежде это было не так заметно, защищает Сербию в отношениях с западными странами. Кроме того, был поднят вопрос о создании российской военной базы в Республике Сербской, а высокопоставленные руководители с обеих сторон зачастили с официальными визитами. Владимир Путин не исключение. В связи с этим многих особенно резануло заявление главы Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерала Милана Мойсиловича, который в начале текущего месяца сказал, что Сербия заручилась поддержкой российской армии в случае угрозы в Косово и Метохии. Хорошо известно, что в прошлом Сербия не раз полагалась на российскую поддержку, но порой, как, например, сейчас, эта заступническая роль на самом деле связана не столько непосредственно с Сербией, сколько с желанием России остаться на Балканах одной из двух доминирующих сил, наряду с НАТО. Стальные объятия стремления России сомкнут стальные объятия не ушло от внимания ее главного конкурента и соперника, то есть Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Симптоматично, что будущий американский посол в Сербии Энтони Готфри направлен на новое место как раз из Москвы. Кстати, он очень откровенно высказывался о российском влиянии не только в нашем регионе, но и в других уголках мира. Мне хорошо известно о российском агрессивном поведении, вредном влиянии и дезинформационных кампаниях по всей Европе. «Наша команда внесла большой вклад в усилия США, связанные с противостоянием этим вызовом», — заявил 20 дней назад Готфри, выступая перед Комитетом по международным отношениям Сената США, где он рассказывал о своей будущей службе в сербской столице. Своё мнение о российском влиянии изданию «Блиц» высказал предшественник Готфри, бывший посол Соединенных Штатов в Сербии Уильям Монтгомери. По его словам, роль тут играют две важные вещи. Первая заключается в том, что сербский народ по объективным причинам ориентируется на Запад, основные инвестиции поступают с Запада, молодые люди стремятся не в Россию, а ищут своё будущее на Западе. Это не угрожает и не умаляет связей с Россией, поэтому людям не стоит беспокоиться. По его мнению, российское влияние ограничено и в будущем эта ситуация не изменится. Сегодня Россия является мировой державой только благодаря военной силе, которой она располагает. С экономической точки зрения Россия – третья европейская региональная страна. У неё нет идеологии, которой она руководствовалась бы и с которой она влияла бы на другие государства. Россия не генерирует экономические идеи или инвестиции. Но важна и другая вещь. С сербской точки зрения, Россия отстаивала свою позицию по Косово в ООН и выступала против бомбардировок НАТО. По опросам общественного мнения, Россия до сих пор – лидер симпатий. Я надеюсь, что эта ситуация будет меняться, когда подойдёт время для справедливого решения Косовского вопроса, приемлемого для обеих сторон. И когда оно будет реализовано, заявил бывший посол. Он пояснил, что остальная Восточная Европа пережила жестокую коммунистическую власть, что влияет на мышление в этих странах по сей день. Однако, по словам Монтгомери, бывшая Угославия при Тито занимала особенное положение между Востоком и Западом, и поэтому для неё не был характерен антагонизм с Россией, в отличие от других стран. Главная стратегическая ошибка Европейского Союза – отсутствие прогресса на пути к членству Сербии. Многие на Западе видят агрессивность России, применяющую военную силу. Пример – Крым, Украина, провокации самолётов НАТО в международном пространстве, и остро реагируют на неё, как и на такие страны, как Сербия, которые не возражают против российской агрессии. Честно говоря, именно поэтому кое-кто на Западе негативно относится к членству Сербии в Евросоюзе. На подобные комментарии я отвечаю. Так, ЕС занял недальновидную позицию в отношении членства Сербии. Тот факт, что для вступления Сербии в Европейский Союз делается слишком мало, является стратегической ошибкой Европейского Союза. Именно он понесёт ответственность за последствия, заключил Монтгомери. Балканы как арена Балканы превратились в арену в так называемой «новой холодной войне», которая началась с кризиса на Украине в 2014 году. Так нынешнюю обстановку на Западных Балканах оценивает Тимати Лес, бывший британский дипломат и научный сотрудник Центра геополитики и стратегии Кембриджского университета. В своём комментарии для Блиц Тимати Лес отмечает два важных момента. Россия якобы запаниковала из-за вторжения США в Восточную Европу и начала активно блокировать интеграцию неприсоединившихся стран, таких как Украина, Белоруссия, Молдавия, а на Балканах – Сербия, Босния, Черногория и Македония. Во-вторых, как сказал эксперт, США ответили на это попытками нейтрализовать российское влияние на Балканах и стимулировать интеграцию стран-регионов НАТО. США в целом победили в оспаривании Черногории, защитив Мила Джукановича от государственного переворота, который поддержала Россия. Также США одержали победу в Македонии, где Америка устроила государственный переворот против Груевского, а затем надавила на Афины и Скопье, чтобы они подписали договор на озере Приспа. Он позволил интегрировать Северную Македонию в НАТО, заявил Лес. С прошлого года Америка пытается нейтрализовать российское влияние в Сербии, участвуя в переговорах о статусе Косова. А Россия стремится сохранить свою позицию иными способами, в том числе вооружая Сербию на случай, если ей придется противостоять одному из своих соседей. Такова подоплека всех недавно произошедших событий, и пока еще ни одна из сторон не одержала победу, пояснил Лес. США сместили фокус по словам эксперта. Российское влияние в Сербии весьма значительно. Это особенно ярко проявлялось до 2014 года, и поставки российских вооружений в Сербию – одно небольшое тому подтверждение. Но главное изменение произошло почти 10 лет назад после отстранения России от дебатов о Косово – 2008 год, и расширения НАТО на Балканах – 2009 год. Тогда было решено реализовывать в Сербии и других регионах Балкан более жесткую и независимую политику. С 2010 по 2014 году России удалось усилить свое влияние благодаря тому, что внимание США не было приковано к Балканам. Однако затем все изменилось, заявил Тимотий Лес, по словам которого, европейцы тоже не в восторге от подобного развития событий, так как новая холодная война ведется у самых границ Европейского Союза. Даже те, кто в России оценивает так называемые балканские отношения невозмутимо и без лишних опасений, осознают, сербско-российские отношения могут дать трещину, когда будет разрублен Косовский узел. Если Косовский вопрос будет решен, отпадет необходимость в российском вето в Совете Безопасности ООН, и в основе особенных отношений тогда останется только нефть, газ и исторические связи. Об этом написал в своей статье несколько месяцев назад Максим Самаруков, колумнист российского аналитического портала Чарниги.ру. По его словам, с 2008 года, с момента провозглашения Косовской независимости, сербские лидеры загнали себя в очень непростую и даже шизофреническую ситуацию в отношениях с Москвой, которая, по сути, обладает правом вето на любой вариант Косовского регулирования и вполне может им воспользоваться, низвергнув сербское руководство в политическое небытие. Самаруков написал, что сербские политики, глубоко оскорблены тем, что Запад признал независимость Косовы без каких-либо, пускай самых пустяковых уступок Сербии, независимо от партийной принадлежности стали искать утешение у России. Поэтому, по его мнению, все так расхваливали преимущества российско-сербского сотрудничества. Озабоченные, прежде всего, тем, чтобы подать себя как настоящих сербских патриотов внутри страны, они не особенно задумывались, какой будет цена такой зависимости в долгосрочной перспективе, написал Самаруков в статье «Побег из дружеских объятий». Почему Белград устал от российской поддержки? Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...